Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и представители здравоохранения отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности далее в сюжете. 1900 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. 24 из них послужили поводом для возбуждения уголовных дел. Стражи порядка раскрыли по горячим следам 18 преступлений, в том числе и особо тяжких. Было одно убийство в поселке Тадмилино, то есть там в одной из квартир пьяные подрались и один другого зарезал. И также было в Митюково огнестрельное ранение, тоже из ружья, тоже самые пьяные скандалы. Люди все задержаны, проводятся проверки совместно со следственным комитетом, с прокуратурой. За прошлую неделю на территории городского округа было одно аварийное отключение электроэнергии. Без света остались многоквартирные дома на улице Заречная. Устранить неполадки удалось за два часа. По остальным направлениям система ЖКХ работала в штатном режиме. Продолжается выполнение краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. В городском округе на год запланирован ремонт 61 многоквартирного дома. Таким категориям, как ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем, замена отмостки. Участники совещания ознакомились также с ситуацией по коронавирусу. За последние сутки в округе выявлено 75 заболевших. В стационарных отделениях находится 258 пациентов. На домашнем лечении более 5000 человек. Что касается темпов вакцинации, то первый этап иммунизации прошли 198 тысяч жителей Люберец, что составляет 78% всего населения городского округа. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.